Всем привет! В обзоре часы Seiko поставляются вот в такой подарочной упаковке. Модель называется... Модель относится к серии Kinetic. Модель называется SRN 035P1. В коробке расположена также инструкция, карантинный талон. Часы закреплены на такой вот подушечке. Достаточно симпатичный. Посмотрим поближе непосредственно часы. Часы выполнены из нержавеющей стали в немножко таком ретро стиле. Диаметр корпуса 40 миллиметров. Толщина корпуса 14 миллиметров. Кожаный ремешок. Ширина ремешка 20 миллиметров. Выполнена из кожи молодого теленка. С обратной стороны имеется прозрачная задняя крышка, в которой введен маятник, из-за которого часы называются Kinetic. В отличие от часов механических с автоподзамодом, серия Kinetic подразумевает, что кинетическая энергия, то есть энергия вращения, преобразовывается в электрическую и аккумулируется во встроенном аккумуляторе. Это дает то преимущество, что, например, пройдя с этими часами на руке, как производитель заявляет 720 метров, вы их подзаряжаете на целых два дня. А вообще аккумулятор при полном заряде держит до шести месяцев. Часовые метки выполнены в римском стиле, римскими цифрами. Указатель дня недели ретроградный. Вот таким образом на полубеге. Сейчас. Вот. Указатель даты в районе трех часов. Часы интересные, рекомендованная цена 325 долларов, упрочненное стекло Hardlex. Что еще хочу сказать. Имеется индикатор запаса хода, то есть вот эта кнопка, ее рекомендуют нажимать, когда секундная стрелка находится на 12. Вот сейчас я продемонстрирую. В паспорте имеется специальная табличка, по которой можно оценить запас хода. Вот я сейчас нажимаю. Вот. Если секундная стрелка показывает 10 секунд, значит запас хода от 7 дней до 1 месяца. Если 5 секунд, то в районе двух дней от, по-моему, там около двух дней нужно смотреть паспорт. И если секундная стрелка будет показывать на 20 секунд, то запас хода от 3 до 6 месяцев. Вот такие часы. Ну, не знаю, авторитетный производитель. Часы смотрятся очень солидно. Покажу, как они выглядят на руке. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok